всем привет отвечу на вопросы которые вчера пер за первый день задали я отвечу на вопросы тех кто задал вопросы тех кто написал отчеты грубо говоря сразу хочу отметить старайтесь меньше времени проводить в чате чат это круто чат здорово то что у вас там комьюнити что вы можете от меня обмениваться какой-то инфой полезным друг для друга друг для друга но следить за тем чтобы вы не тратили очень много времени туда потому что если вы сейчас начнете погружаться все это и там один сказал что у меня там такие проблемы другой ему скажет ой да ты такой молодец и вот там то один тут свое эго потешил другой чужое эго потешил нам это зачем нам нам не к чему эти вещи мы и так знаем что мы молодцы не нужно лишний раз об этом нахваливать сидеть или жалеть себя как вам было тяжело если так вопрос не хватает воздуха на вдох при дыхательной практике ощущение что задыхаешься как каким образом увеличить глубину длительность вдоха я не совсем понял как это как это никогда не хватает воздуха потому что а как ты дышишь тогда потому что дышать нужно точно так же как ты дышишь обычно может не хватать воздуха как то есть где-то может быть вот на вот этом дыхании на верхних скорее всего там не будет у вас проблем мне кажется проблемы есть вот с нижним дыханием да где может быть живот диафрагма диафрагмальное дыхание там Вот живот, когда надуваешь, там действительно тяжело дышать. Но делаем так, как делается просто. Не надо пытаться что-то там увеличить или ещё, оно само таким образом будет увеличиваться, потому что диафрагма, видимо, стянутая, и недостаточно воздуха. Там, например, сложно делать на вдохе, втягивать живот, да, допустим, да. Как будто бы, ну, типа дыхание кончилось. На самом деле всё нормально. Когда на выдох, тоже очень сложно, потому что диафрагма уже натянута, и дальше, кажется, уже некуда. Но это нормально, так что не переживай. Есть ли какие-нибудь полезные источники по гимнастике, растяжкам, так как сейчас есть ломота в теле от понижения кальция, есть пока, просто останавливаю, хочу воспользоваться возможностью прочекать новые для меня методы разминки. Я всем буду советовать заниматься утренней йогой, и это и гимнастика, и растяжка, и когда вы выйдете на определённый уровень, это будет уже и работа с сознанием. Поэтому я советую просто начать заниматься йогой элементарно, сурья намаскар делать, посмотреть в интернете, как это делается. Если кому-то важно, я могу скинуть ссылку на, например, там, на ЗАП, как она объясняет, как сурья намаскар делать, и просчитывать, и так далее. И делайте подсчёт под подведение её. Я понимаю, что у меня слабый мышечный корсет, мой вопрос заключается в том, нормально ли просто игнорировать этот дискомфорт, или стоит поступить как-то иначе. Я сегодня ехал в автобусе, и вспоминал этот вопрос, и подумал о том, что... Ведь положение тела, оно диктует состояние психики, поэтому если у вас там забитая спина, она может... Ну, это может не совсем положительно сказываться на том, как вы сами себя ощущаете. Это, во-первых, там вот, ну... Нарушение системы кровоснабжения, да, в голову. Недостаточно, может, там, например, крови в голову прибывать, как правильно сказать. А во-вторых, могут из-за вот этих вот зажатостей или сгорбиваний даваться сигналы в мозг о неуверенности, о зажатости, о страхах и так далее. По поводу мышечного корсета и дискомфорта, я всё-таки... Мне кажется, что стоит выпрямлять себя при дыхании, при медитации, естественно, если у вас прям слишком это сложно, не получится. Там нужно найти такое положение, где ваша спина прямая более-менее, и где вы более-менее расслабленно сидите. То есть вы как бы вот так вот сгорбившись, может, сидеть, да, уже, но медитируете, уже более-менее прямая спина. Это всё равно не вот так вот сидеть. Или лучше, конечно, выпрямить всё-таки спину и следить за тем, чтобы она была всегда прямая. У вас мышцы не привыкли работать, поэтому вам кажется, что напряжение. Вы понапрягаете их, и потом станет легче. По поводу зелёного маркера, эта техника не на просто не на один день, это техника, которая перестраивает мышление. То есть вы раньше отмечали какие-то плохие вещи, ошибки, недостатки, недочёты, недоработки, ла-ла-ла и так далее. Сейчас же мы начинаем отмечать то, что у нас получается, поэтому мы пишем отчёты. Мы пишем отчёты, что у нас сегодня получилось, чему я научился. Не бывает такого, что сегодня день прошёл зря, и вы ничему не научились. Зачем день прошёл, если вы ничему не научились? Не надо ставить прочерки в отчётах. Вы просто отказываетесь думать, получается. Какие возможности? Не знаю. Вы не увидели, не разглядели. Надо, значит, больше внимания обращать, ну, на то, какие возможности были. Всегда есть возможности. Маленькие-маленькие, они-то тоже возможности. Вам кажется, это совсем не возможности, не надо на это обращать внимания, но результат – это наполнение. Вы постоянно будете к результату приближаться только благодаря этому. Отчёты, а так. Меня давно немного напрягают созвоны с мамой в скайпе. Обычно мы делаем это в понедельник, среду, пятницу. Общение нагоняет в уныние. Я чувствую себя неуютно, потому что с мамой очень близка, и не хочу чувствовать любой негатив по отношению к ней. Моя мама – близкий человек, поддерживает меня, хоть и не понимает. Я осознаю, что с мамой нужно общаться почаще, но меня очень напрягает общение с ней. Не могу понять, как правильно мне стоит относиться к родственникам. Показательное добродушие точно не подходит. Прямо сразу могу сказать, что показательное добродушие не подходит вообще в любой ситуации. Это может быть с родственниками, не с родственниками, знакомыми, незнакомыми. Какая разница? Приличия ради приличия никому не нужны. Будьте не хорошими, а правильными. Настоящими в смысле. Не старайтесь соответствовать. По поводу родителей. Ну, тут, мне кажется, нужно самостоятельно решить этот вопрос. Ну, взвесить за и против. Да или поговорить в конце концов. Если у тебя общение с мамой вгоняет в уныние, там же не общение само вгоняет в уныние, а конкретные темы, про которые она говорит. Может, стоит на эти темы с ней поговорить, спросить, почему она вообще на этом зацикливается. Что именно в уныние? То есть, ты складываешь все проблемы, связанные с общением с твоей мамой в... Получается, все проблемы ты складываешь на само общение, на маму, допустим. Но от тебя же тоже многое зависит. Ты что сделала для того, чтобы эти проблемы в общении как бы рассосать? Не надо тут, главное, вот напрягаться, там, типа, помогать, там, пытаться, знаете, вот, сейчас, если у кого будут результаты, тот может еще попасть в ловушку такую, как всем захочется помочь, пойти и так далее. Этого не нужно делать. Вот, близкие люди, они будут чувствовать от вас поддержку и помощь, и вообще максимально эффективно от вас получать помощь, если вы будете просто сфокусированы на себе, делать свой результат. И этот результат будет просто очевиден для людей. Вы не сможете свое счастье и свое спокойствие потом скрывать, потому что все будут его видеть. Поэтому реши сама по поводу общения. Если оно угнетает, может быть, разобраться с тем, что угнетает, чем просто с общением. Это получается просто, ну, проблему от себя откинуть и не решать ее. На вечерней медитации я постоянно отвлекался на одну и ту же мысль, то есть вроде бы эта мысль приходила ко мне разными путями, но каждый раз, когда я пытался вернуть сознание, именно эта мысль приходила ко мне. Как к этому относиться? Ну, смотря, что за мысль. Вообще, на медитациях мы любые мысли воспринимаем как мысли, поэтому это мысли, и они уходят. Только помыслили, она уходит, все. Естественно, она будет копаться обратно, особенно если вы ее на самом деле не отпустили, а просто такие, типа, все-все, не думаю, на самом деле думаю. Поэтому let it go, да, пусть уходит. Важные дела – это не обязательно дела, которые... Важные встречи, типа, да, в офисе, там, это не обязательно так должно происходить. Важное дело – это то, что двигает вас в вашу цель. Выпить все лекарства вовремя – это тоже достаточно важное дело, понимаете? Поэтому нужно просто... Но это не то, это, типа, нужно свои важные дела сделать таким образом, типа, не забыть поесть в обед, почистить зубы вечером. Это дела, но они... Понятно, что они важные, но как бы... Важные – это непосредственно, что... Что вас бы ввело к вашей цели. Когда вы определите для себя цель, когда вы посмотрите это в видео, наконец-то, и с техниками для сна. Там есть техника для определения целей. Когда вы их определите, делами важными станут как раз вот эти вот... действия, которые вас будут к цели вести. Поэтому... Это важные дела всё-таки. Выполнение заданий по курсу – это не совсем важное дело. Это естественное дело. Как дышать, например, – это важное дело. Это важное дело, но это не подойдёт. Несмотря на то, что дышать не стоит забывать. «Ещё я сливаю свою энергию в переживаниях о родных. Мы редко общаемся с родственниками, и я не знаю, как помочь своей маме и вытащить её из того стиля жизни, который является полной противоположностью моему». Это вот к вопросу тому же про родителей, про семью. Вы не знаете, как помочь. И никто не знает. Они сами знают, как им помочь. Вы вообще с чего решили, что вам помогать надо кому-то? С чего взяли, что им ваша помощь нужна? Не надо переживать о родных. Переживания ничего не меняют. Спрашивайте себя каждый раз. «Это мне как-то помогает? Эта ситуация меняет? Это движет меня к цели? Это помогает кому-то другому?» Если нет, то не надо этого делать, потому что вы просто крутите свои мысли. Как только вы поняли, что вы переживаете о родных, переживаете о чём угодно, а завтрашнем дне, там, что угодно, выкиньте из головы. Переживания никому не нужны. Они никому не помогают. Помочь своей маме ты сможешь тогда, когда ты поможешь себе. Если ваши стили жизни различаются, то ещё не факт, кто из чьего стиля жизни должен кого вытаскивать. С чего ты взяла, что твой правильный, а мамин нет? Мама, я уверен, думает точно так же и про твой. То, что тебя бы надо вытащить, а то что-то не так с дочерью. Если вы хотите, чтобы вас никто не трогал, не трогайте никого. Разрешите жить всем так, как им хочется жить. Помогайте тогда, когда вас просят помочь. Я, например, с родителями достаточно редко созваниваюсь, если честно. Ну, то есть мы вконтакте общаемся, но созваниваемся мы, ну, довольно редко. Мы на связи постоянно, но вот так. По поводу мнения незнакомого мне человека, в зависимости от мнения, я буду сегодня рассказывать, потому что это был кошмар, конечно. Я записывал, блин, это видео, и оно просто удалилось. Едётся всё заново писать. По поводу мнения человека о вас я расскажу. медитации, постоянно отвлекалась, быстро возвращалась. Вопрос, можно лёжа? Нет, лёжа нельзя. Я уже... А, тоже буду говорить сегодня. То, что надо делать, надо делать. Не бывает такого. Не должно быть в отчётах не смог. Вам надо сделать, чтобы смог. Поместиться в ситуацию, когда невозможно не делать и сделать. Понять, как сделать. А то, получается, я даю задание, а вы мне пишите, я не смог. Не смогла. И чё? Как работать-то дальше? Дальше ещё задания же будут. А они будут относительно того, что вы это сделали уже, а вы это не сделали, получается. Продержаться за раз в 10 минут, постоянно ловила себя на мысли, ну, когда же там будет будильник, а в конце почувствовала освобождение и спокойное дыхание. Мы же медитируем для того, чтобы уметь находиться в настоящем моменте, в моменте здесь и сейчас. И ты, получается, пребывая здесь и сейчас, постоянно улетала куда-то в прошлое, чтобы, ну, что же там, когда же оно не надо, зачем ожидать. Ты, получается, перечёркиваешь полностью всю свою работу. То есть всё, что происходит, ты такой, это не важно. Когда же будет тот момент, когда важно, когда, типа, спокойно станет. Поэтому в конце почувствовал освобождение. Медитации нужно подходить, я же говорил, к ней нужно подходить с радостью. Вы лучше делайте себя. Не надо к ней, там, блин, опять медитировать. Если вы с этим настроем идёте туда, она бесполезная. Вы можете не делать ничего. Серьёзно, радуйтесь каждый раз, когда у вас есть возможность. Это не неданность какая-то. Кто-то не делает, а вы делаете. Кто-то не двигается, а вы двигаетесь. В этот самый момент, в эти самые 10 минут. 10 минут вашей жизни, не надо их выкидывать, типа, блин, когда же то? Это вот наша привычка. У нас лето, нам зиму хочется. У нас зима, нам лето хочется. Недовольный тем, что есть. По поводу кофе. По поводу кофе ещё буду писать. За водой слежу. Сегодня выпила больше, чем когда-либо, но и выпила кофе в районе 17. Не знаю, как отказать себе в этой привычке. Подумай над этой фразой. Не знаю, как отказать себе в этой привычке. Не знаю, как отказать. Знаете как? Не пей. Всё. Просто не делай этого. И всё. Просто реши, что ты это не делаешь. И всё. Там нету никаких хитростей, как отказать себе или ещё что-то. Не знаю, как перестать пить кофе. То есть, я могу, но не очень хочу. Нет, если ты не можешь, то есть, если ты не знаешь, как, значит, ты не можешь. А если ты не можешь, значит, ты вот с этой, вот этой элементарной вещи не можешь справиться. Я уже буду говорить ещё раз, что в видео, что мы не кофе перестаём пить. Здесь дело не в кофе, а в том, как мы привыкли реагировать на вещи. И отказываясь от определённых вещей, мы замечаем, как мы начинаем реагировать, потому что их не остаёт. И мы ощущаем привязанность, а вот эта привязанность от зависимости. А зависимость это страшная штука. И она на всё распространяться начинает. Тяжело улыбаться просто так. Даже когда всё отлично, не всегда это выливается в улыбку. Только когда есть желание изнутри улыбаться, через силу не умеем. Вот для тебя специальное задание 15 минут в день сидеть с карандашом вот так. не вынимая. Лучше перед зеркалом. Я не шучу. Ты можешь не делать, мне всё равно. Но это тебе поможет. улыбаться нужно для улыбки не должно быть причины. У тебя внутреннее состояние должно быть такое, которое позволяет тебе улыбаться всегда. Могут ли быть эмоции во время медитации, что с ними делать? Например, мозг сгенерировал глупость, чтобы отвлечь меня. Я удивляюсь. Переключаюсь обратно. И как правильно переключаться? Я пытаюсь словами обратно или хватит, но это ведь продолжение мысленного монолога. Всё, что угодно может быть. У вас может быть на физическом теле что-нибудь произойти. Может быть внутри мысль, может какая-то эмоция. Всё, что угодно может произойти. С ними нужно делать всё то же самое. Картинки могут проходить какие-то перед глазами. То же самое. всё развеиваем и возвращаемся к дыханию. Ничего другого не делаем. Система одна и та же. Мозг сгенерировал эту глупость, вы удивляетесь, возвращаетесь обратно просто и всё. Я постоянно пытаюсь научить людей, которые меня окружают в жизни, как будто знаю, что для этого человека нужно ужасная черта. Из этого я навлекал на себя сопротивление со стороны угнетённых мною людей. Ну вот то же самое. Не надо никого учить. Это эго. Оно будет самоутверждаться ещё за счёт того, что ты думаешь, что ты чё-то знаешь и будешь кого-то учить. Чаще всего, когда мы чё-то кому-то говорим и учим, мы не ему говорим, а себе говорим. Просто мы самоутверждаемся, что вот, мол, иди и делай, иди и делай. Я злюсь, когда близкие мне говорят... Когда близкие мне люди творят всякую хрень и, естественно, пытаюсь им помочь, из-за этого я много растрачиваю своей энергией, так как люди не любят, когда их учат. Понимаю, что надо донести свою мысль только своим примером и личным опытом, не навязывая, но иногда не могу отследить это, и происходят конфликты. но вот понимая, видимо, не понимаешь. Ты знаешь, но не понимаешь. Ничего не надо доносить, твоя мысль автоматически донесется до людей твоим примером и личным опытом. Более того, ты ничего не можешь навязать на самом деле. этот твой эгоизм тебе позволяет так думать о себе, что ты способен кому-то что-то навязать или научить. Научится тот, кто хочет учиться, тот, кто не хочет учиться, не будет у тебя учиться. И не надо злиться. Творят, творят. Принимай. Это не значит бездействуй. Это значит, не проявляют этих ненужных эмоций, они никому не несут пользы никакой. У меня вопрос по вредным привычкам, таким как курение, алкоголь. В последнее время я все меньше и меньше употребляю и курю. Понимаю, что день просто вылетает, если поддаюсь этому. Но иногда привычка оказывается сильнее меня. не оказывается этим соправляться. Наблюдать. Когда привычка оказывается сильнее, чем ты, и ты вовлекаешься в нее, и понимаешь, что ты вовлекся, и не можешь все равно вырваться, и что-то делаешь, не понимаешь, зачем делаешь, нужно просто наблюдать. И чем дольше ты будешь наблюдать, чем больше ты будешь наблюдать, тем лучше. В какой-то момент просто привычка отвалится сама. Привычка, она тогда привычка, когда она неосознанна, когда ты осознанно ее наблюдаешь, даже когда ты куришь. Если ты куришь и просто наблюдаешь за этим, когда ты поймешь, что ты делаешь, не типа как это вредно, а что по факту ты как бы делаешь, осознанно прям вдыхать этот дым, прикасаться к фильтру, дыхать полностью его, выдыхать, осознавать. Ненадобность просто ну, как бы проявится ненадобность всего этого. Просто станет непонятно, зачем это происходит, какая вот цель и как это меня ведет в моей жизни. По поводу воды, нет, в воду заталкивать не надо, больше воды пить, я имею ввиду, если вы пьете мало воды. Организм в этом плане знает, когда хочешь пить, пей, да, но фишка в том, что откуда ты знаешь, что ты знаешь, что он хочет пить. Потому что у нас иногда, знаете, у нас как бы позывы в организме попить и поесть одинаково воспринимаются, если внутренний слух не разве. Поэтому люди очень много едят вместо того, чтобы пить. Потому что организм хочет пить, а мы не можем распознать сигнал правильно. Им нам кажется, о, мы жрать опять хотим. И опять заталкиваем в себя еду. суть не в двух литрах, да, а просто в том, чтобы тебя, ну, была вода всегда. Отказываюсь от беспорядочности, может, я не нагулялась, хотя уже годами хочу жить по таким принципам, а когда начинаю, они кажутся мне ограничением. Вообще, на самом деле, это возрастная такая штука. Я по себе говорю, у меня так было. Когда беспорядочность, хаос, отсутствие каких-то установок, правил, кажется свободой. На самом деле, это не свобода, это просто отсутствие дальновидного мышления, когда ты думаешь, что у тебя времени полно, когда ты вообще не понимаешь, что у тебя сейчас вот есть. огромный ресурс временной, там, и так далее, что ты можешь что-то сделать. Может быть, ты не нагулялась? Она дан у тебя, она тебя к целям ведёт? Есть у тебя ещё цель в жизни? Если нету, то, скорее всего, ты не нагулялась. Уже годами хочу жить по таким принципам. Не хочешь. Если бы хотела, делай. Ты когда есть хочешь, ты ешь идёшь. Вот тут называется намерение. А вот это вот называется хотение. И оно в действие никогда не превращается. Когда ты начинаешь по принципам жить, и они тебе кажутся ограничением, это, наверное, из-за того, что ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. Понимаешь, что толстый человек, когда худеет, он чётко понимает, зачем он себя ограничивает. И для него это ограничение не кажется ограничением. Для него это является свободой. Он понимает, насколько он ухудеет. И это его освобождает. Хочу прокомментировать ещё один отчёт. Заявлять о себе небранно. Высказывать свои мысли, не скрывать свои интересы из-за предрассудков о том, что подумают другие. Так ты создаёшь благоприятную атмосферу личностного роста. Так возникает больше обмена с окружающими. Так ты расширяешь кругозор, так как они открывают для тебя новые грани и проблематики твоего вопроса. Это всё круто. Это всё правильно по поводу того, что заявлять о себе нужно. Потому что чем больше вы будете заявлять, тем больше вы будете встречать людей, которые тоже ждут, пока кто-нибудь хотя бы скажет. Вы скажете, и вы в своём окружении увидите, как тоже так же вспыхнуло, и к вам подойдут и скажут, блин, я тоже так же думаю или ещё что-нибудь. Вокруг вас есть люди, которые тоже, ну, не раскрыты до конца. Они другим непонятны, они себе понятны, но скрывают это. А когда вы заявляете о себе, у вас больше шансов найти близких по духу, потому что, если вы о себе не говорите, кто о вас узнает? За вас скажут другие тогда. Ощущение тела было очень размытым, болела спина, 10 минут пошли очень быстро, поэтому поняла, что я всё ещё дремала. У нас утра всегда такие ощущения дремоты. чувствовался недостаток кофе, а вот это бред полнейший. Вот чувствуется недостаток бодрствования или энергии. Кофе как ресурс потребления энергии, но он такой, быстренький, дешёвый. Можно же... Как это называется, эта штука? Уф, Господи. Короче, если вы выбежите глушом по снегу побегаете, вы взбодритесь. Ищите другие способы включения энергии просто. Ум действительно будет находить причины для того, чтобы что-то получить обратно, что от него отняли прямо через боль, через мигрень, через ещё что-нибудь. Выпейте таблетку, если болит голова. Не надо кофе пить. Сходите в душ холодный, если вам прояснить голову надо. Воды попейте. Редуцировать общение с другими. Сегодня планировал три вещи. А, то, что общаешься с людьми и у тебя очень много времени уходит. Ну, тебе нужно понять вообще, какие... Какое общение тебя развивает, какое общение, ну, предполагает получение информации, пользы для вас обоих, а какое нет. Естественно, ну, сразу об этом сказать не получится. Точно. Потому что бывает зачастую так, что ты думаешь, ой, ничего не даст, там, как бы, бесполезная встреча, а потом в итоге чик и щёлкнул что-нибудь. Тут да. Тут всё, блин, начиркался. Но медитировать не прямо сразу после пробуждения, чтобы избежать того, что ты продолжаешь дремать во время медитации. Да, да, и не нужно это делать. Не нужно, типа, проснулся и вот так сел. Проснитесь. Сделайте зарядку. Зарядка вас включит. Сделайте зарядку снизу, чтобы лимфы там разогнать. Сходите в душ, почистите зубы, умойте лицо холодной водой, шею холодной водой. Покрутитесь, поразминаетесь. Поставьте там чайник, чтобы чай заварить, или кашу, чтобы там заварить. Придите, и пока там что-то кипит, пока всё это готовится, просто сядьте, помедитируйте 10 минут. Но не надо после этого спать идти. Помедитировали, пошли дела делать. Помедитировали, почитали книгу. Пошли побегали. Энергия уходит на раздражительность, нервоз, самобичевание. И ещё раз скажу, что это неплохо. Всё, что вы испытываете сейчас, всё то, что вы привыкли испытывать, и вы думаете, что это ваш враг, это ваш инструмент. Вы можете сейчас через это наблюдать, как вы реагируете. Не надо это искоренять, как бы сразу стремиться. наблюдайте это, оно само уйдёт. Не переживайте. И по поводу представления, не нужно ничего представлять во время медитации. Мы тут не это, не этот кружок. Не надо ничего себе представлять, никаких картин, никаких туманов, зелёной травы. Вот это ничего не надо. Это не из этой пьесы. А то вы, получается, таким образом успокоите ум, сконцентрируйтесь, но задача-то не на этом, а отыскать причину, почему беспокойство возникло. То есть мы причинами занимаемся. А то вы тут успокоились на поверхности, и вам будет казаться, что всё ок. Не надо, чтобы всё ок. Пусть это будет вот не ок, но вы будете наблюдать вот это вот, как у вас реагирует всё. Ну, это практически все вопросы, которые были, к сожалению. Поэтому и читайте чужие отчёты. Это прям реально очень круто. И те, кто смотрит лайвом, пересмотрите сначала, потому что там в самом начале были вопросы. Ну, кому важно. Читайте чужие отчёты. Когда кто-то пишет, просто тоже читайте. Я уверен, что вы чат читаете больше, чем отчёт. Старайтесь меньше пустословить. Если то, что вы хотите сказать, никому не помогает, никак вообще не преображает ни вас, никого другого, задумайте, стоит ли об этом писать. Мы тут не анонимные медитаторы. не надо нам друг друга хвалить, говорить, как нам сложно, или как нам легко, или ещё что-то. Это пусть останется где-нибудь там. Мы будем таким образом отутешить своё эго и не будем работать так, как нам нужно работать. Вы здесь, вы же молодцы. Всё. Я уже сказал это. Вы должны сами понимать, потому что зелёный маркер должно работать. Все остальные слова будут лишними. Всё. Пошёл записывать вам снова в доз. Надеюсь, не удалится. в дозах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!